Танчук 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 И решил он зарезать барана. Он-то повкусней будет, чем козел. Баран, баран, да зарежут тебя. Бежим в лес. А сено? Да там полно сена. Ну, давай бежать. Куда? Ой, нема. Вот, значит, сговорились они и пошли. Идут, идут, и вдруг, глядь, череп коровий. Ух ты, ну и башка. А знаешь что, Сонька, ты эту черепушку в мешок. Какой еще мешок? А, а на кой нам пес этот? Возьми, возьми. В хозяйстве-то все сгодится. Да на кой пес? Вот бы сенца клок. Было бы, конечно, лучше. Эх, баран. Ну вот, что так сразу баран. Ну, все-таки послушал с козла баран. Взял череп и пошли они в лес. И зашли в такую чащу. А ночь-то похолодало. Аж пар с нос валит. Ах! 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 Холодает, хвост у меня изят Вон, смотри-ка, огонек Пойдем, может, погреемся Вот он ужин-то Ну все, теперь нам крышка Какая еще крышка? Тихо-тихо, стой Здорово, ребята Здравствуйте Ну, вы чего тут расселись-то? Замерзли, что ли? Грызли все Ну-ну, конечно, холодает Это, что там у тебя в мешке-то? Давай-ка сюда Надо эти там студенья сварить Главная забота против холоду Это шов не околеть с голоду Тащи, короче Кого? Ну, чего ты там? Давай башку-то Эту, волчью Да большую выбирай И чтоб студень-то вышел По наварести Да, это Тут вот то, что вот Да не та Там еще другая есть По зубастие Эта, что ли? Эх, да ты и вправду, баран Опять не та Вон, в самом низу, которая лежит Ну, туда вставай Пожирнее Какую еще-то? Да ту, что последнюю-то срезали Ушки-то, ушки О, волчище Самый раз на студень Сейчас заварим Вот это да Целый мешок Постригли Надо тягу давать А что, ребята Нет ли у вас кетелка какого? Или ведра не дырявого? Есть, есть у нас ведерко Там оно под носинкой Под гнилой черемухой спрятано Бегите А я за ними Пригляжу Ну, и куда это мы так спешим? Ну, беда Пришел к нам Но этот, как козел А сны, баран Цельный мешок Лучше голову Натригли и убоялись Вот дураки-то Козла испугались Да барана Пошли-ка назад Ужинать пора Пришли уже почти Разберемся Разберемся Баран Давай же Вот это поляна Ну, и где этот козел? И где этот баран? Где? Не знаю Только что вот прямо здесь сидели Фу Козел Да Загадкам Придется гадать Меня тут один кабанчик Гадать научил По желудям Заберите-ка мне, ребята, желудей Я по этим желудям Гадать стану Где козел А где баран Желуди не соврут Все точно покажут Упаду Очи нет Копыта устали Держись Держись, барашенька Держись Не видать, что от желудей А вот же они Навалом Барашенька Держись Метфедя Метфедя держи Валки, ладно Плевать надо Метфедя добыть Метфедя держи Мама Аааа! И на кой пёс мы здесь сидим? А давай срубим здесь избушку и будем в ней жить. Да. Давай. Так они, стало быть, и сделали. Построили избушку и жили в ней сто лет и три года. А волки им на побегушках служили. А медведь на пасеку определился. Всё к мёду ближе. Вот такая вот история приключилась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Жил-был на свете царь. Петром звали. По прозвищу Великий. И вот надумал он как-то город на берегу Балтики основать. И назвать онный город Санкт-Петербургом. Выбрал место хорошее. И река есть, и море. Ко всем странам путь. Да вот незадача. Камень на том пути лежит, не пройти, не проехать. Убрать его немедля, говорит царь. Казны не пожалею, а золочу. Тут немецкий инженер вышел. На дюрлих я могу камень сей механизмой и сверлить. На мелкие куски, во славу вашу императорскую величие, извольте на обустройство сто тысяч рублей. И обгимахт. И пошла работа. Пилой пилил. Долотом долбил. Молотком отбивал. Да ничего не вышло. Только пил до молотки поломал. И механизму свою изгубил. А тут итальянцы. Алёра, говорят. Сие дело деликатное, воздушности требует. Летательный аппарат мастера Леонардо сей камень по воздуху перенесёт, а на всё про всё 50 тысяч целковых нам порт-поворок. Тут китайцы откуда-то выскочил. Из казны с устаток забрал, а камень обещал взорвать. Ну, тут их не у брата набежало. Заложили бомбы, петарды, фейерверки. Мать честная! А где государь-то? А государь летит по небу, государство своё обозревает и думает, что нельзя, мол, так опрометчиво иноземцам доверяться. Тут солдат по лесу идёт, песню маршалу исполняет, домой возвращается. Наш могучий император, наш державный великан, самый родимый предполканный, словно сокол он летал. Ты кто есть? Я знам и делал солдат. А ты кто будешь? Я Пётр. О, вот так так. И я Пётр. Тёжка, значит. Ну-ка, давай свою одёжу. Эх, Петруш, мил человек, как же тебя угораздило в болото. Не случись меня у топбы до смерти. Вот теперь видишь, что ты Петруха, а то уж подумаешь, что ты царь. Какой царь? Болотной. Никакой я не царь. Слуга я царский. Вот. Выведи меня из лесу, солдат. А царя покажешь? А ты впрянь царя не видел? Кудей там. В строю в дальнем шеренге стоял, а телеву не видать. Уж не раз грозою грянул на могучий вражий стан. Пули облаком неслися, кровь горячая лилась. Пули облаком неслися, кровь горячая лилась. Как это царь? Не испужался, солдат. Таких тумаков разбойничкам надавал. У англичан это нокаут им называется. Вдруг одна злодейка пуля шляпу царскую впилась. Не смутился амператор. Ну что, оглямался? Не смутился амператор, зор как молния блистал. Пока солдатским маршем-то шли, не заметили, как заблудились. Кругом темень, ни тропки, ни просвету. Ну-ка, тезка, помоги. Заберусь-ка я повыше, гляну, нет ли огонька. Надо же! Служил мне 25 лет, а меня не видел. Странно сие. Видно огонек, Петя, близко совсем. Долго ли, коротко ли, вышли к огоньку. Ох, недоброе это место, говорит царь. Для ночлега не приспособлены и на карте государства российского не отмечены. Ничего, приспособлены. Отмечены. Спят все. Альп умерли. Чего на ночь? Ты чего ж, старая, добрым людям не открываешь, на ночлег не пускаешь. В лесу переночуете? Не похудейте. Тихо, бабуль Ягуля. Я-то, ладно, солдатская голова, что под дождиком трава. А вот другу моему невместно в лесу ночевать. Он самого царя видал. А ну-ка, что есть в печи, на стол мечи. Счастье тебе, пробка серая. Держи карман. На вас, драмоедов, не припащено. А солдат с жорким глазом своим, да нюхом солдатским, заприметил запас в печи. Пришлось старухе велиться. Ладно, попутчиво с зелем снотворным. Крепко спать будете. На том свете проснетесь. Ну и нам спать пора. Эй, старая, готовь точлег. А идите, гости дорогие, на чердак, на сеновал. Там вам и тепло, и мягко будет. Давай-ка по очереди спать, Петруша. Береженого и Бог бережет. Выпал жребий царю в дозор. А солдат лежит и думает. Как ты будет петь на часах стоять? Дай-ка на него гляну. Что, качаешься? Ай, дремлюш. Нет-нет. То-то. О-о-о, смотри. Ай. Вот царь стоял-стоял и начал его опять в сон клонить. Тут уж солдат не сдержался. Разве так караул держат? Меня двадцать пять лет уму разму учили, а тебя, видать, нет? Раз, другой, простил. А уж рейте вина завсегда виновата. Ну, теперь ложись спать, горе луковое. Я сам на часы встану. Глянул солдат. А из лесу разбойники идут. Солдатским кулаком битые. Злые да голодные. Давай, бабка, есть и пить. Ничегошеньки не осталось. Все, что было, жильцы съели и выпили. Какие еще жильцы? Тише вы. Ко мне в селке два птенца попались. Ладно, получим с них за хлеб соль. Где они? На чердаке. Спять во все горло. Солдатейка, иди, сними петушков, жердочек. Иди, погляди, что он там возится. Чего ты тут возишь-то? Бездельники-дормоеды. Не могут делать дело. Ты опять. Я. Иди, вожак в своей стае. Ой, что тут было-то? Опять они. Ага. Долго теперь не очухается. Что ж ты меня не разбудил? Уж больно ты, Петруша, сладко спал. Увидала бабка, что гости живы и невредимы, и испугалась. Ой, служивенький, не губи. Грабят. Мое не дам. Мое не дам. Не дам. Открыли они бабкин сундук, а там золото на многие тыши. Грабят. Разбойники. Я буду жаловаться самому царю. Жаловаться. Конь не дрогнул от удара, но быстрее поскакал. Ведь на турке промахнулись, амператор усидел. А в то время свита под камнем сидит, по царю горюет. Что, потеряли царя своего? А кто царь-то? А видишь, все без шапок, а мы с тобой одни в шапках. Вот кто-то из нас двоих и есть царь. Ага. Ты у нас слуга царский. Стало быть, это я, что ли, царь-то? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Цельный город отстроить можно А на камне то надлежит вашему императорскому величию Памятник водрузить потомкам в назидание И повелел царь быть посему Да смотри, никому не сказывай, чтобы шмаком ты меня грел Как царь повелел, так все и сделали И город стоит, и камень с памятником для потомков в назидание Было ли то, или не было, нам того неизвестно Но вот что солдат объентом никому не сказывал, это уж точно Субтитры создавал DimaTorzok Жил когда-то в наших краях один нахальный лис И вот собрался как-то этот самый лис Курятинкой полакомиться Шо? Курятинка полакомиться Ай Далее Лис Туточки Ах-х-х-х! А-а-а! 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 А-а-а-а! А-а-а! А-а-а-а! Тух! Аллуй, ты чего? Держи! Спокуси! Вот! Как? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да... Фу! Эй, ты! Как тебя это... Здрась! Ты шо это делаешь? Как это шо? Гнездо строит! А я вот хвостом как махну, дерево срублю и твое гнездо того. Разрушу, если ты меня из этой ямы не вытащишь. Ой, не надо! А сейчас! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, ты! Эт, здрась! Шо делаешь? Как это шо? Гнездо строю. Ээээ... Зачем? Зениться хочу. М-да? А я хвостом как махну, дерево срублю, гнездо разрушу, а твою дроздиху из меня съем. Если ты меня сейчас не накармишь. Ой, не надо! Я быстренько подусти. Идем с умной. Тсс! О, птичка покалеченная, отнесу-ка я тебя, родная, на рынок. Может, той купит детям на забавку. Чипа, 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 чипа. Ой, беда! Слушай, я с него спею, а то хоть понаскосиваю Брысь, бисова душа О, тварюка, шоб тебе пусто было, ну шоб тебе подняло гептула в землю, тварь ты така Ой, эй, дрозд, шо делаем? Шо, шо, гнездо строю О, а зачем? Как зачем? Жениться хочу А зачем тебе жениться, а? Мне дроздиха яиц нанесет Яиц, говоришь? А я хвостом как махну, дерево срублю, гнездо разрушу Все ваши яйца в дребезы разобью, а мою дроздиху слопаю, если ты меня сейчас не напоишь Ну что же Идем со мной Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ой Эй ты, дрозд! Ну чего еще? Че-че? Че делаешь? Гнездо строю Жениться хочу, дроздиха мне яиц нанесет Из них птенцы вылупятся Птенцы? Да если ты меня сейчас не рассмешишь как следует, я хвостом как махну, дерево срублю, а твое гнездо и твоих птенцов, и твою дроздиху, и твое дерево, и вообще все сожру Вот Ладно уж Идем Вот я тебе! Ой, да ты ж журтурел! Да птица вот! Да где? Вот щас я ее! Ой! Ай! Ты шо? Руку на батя? О! О, птица там! Вот я ее! Вот я ее! Вот я ее! Ай! Да вы шо, батя? Не, да ты шо? Ты че, батя? Ты моя голова! Татюнова! Да я сам на тебя сюр! О! Опять чертова птица на голове у вас! Сейчас! Дурень, боже она! Вот я-то! Ай! Да вы шо, батя? Ой, батя, ручку! Ой, батя, батя! Смешил-ка! Ой, батя, батя, батя! Ой, батя, батя! О, расспешил-ка, Смешил! Ха-ха-ха! Хе-хе! Ой, я не могу, а этот ему, а тот ему как даст подых! Эй, здравствуй! Опять! Вот ты меня, из ямы, это, вытащил? Вытащил? Вытащил. И накормил? Накормил. И напоил? Напоил. И рассмешил? Рассмешил. А вот теперь напугай меня, а не то я... Да знаю, знаю. Знаю. Никуда не уходи. Чипа-чипа-чипа-чипа-чипа-чипа-чипа. Тьфу, да шо ж такое делается? Так это не страшно же? Сейчас, сейчас. Ох, я. Страшно, 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 страшно. Субтитры сделал DimaTorzok Ой, страшно. Ой-ой, вот это страшно. Достроил-таки. Дрозд свое гнездо, женился. У них с дроздихой пятеро птенцов. Они все живы, здоровы и уже научились летать. А вот лис так и живет на том дереве. Кормится насекомыми. В общем-то, уже и попривык. Вот только птиц боится. Очень. И все грибники удивляются. До чего же крупные белки водятся в наших лесах? Ай! Ничего не бачит. Где моя голова? Да вы шо, Батя? Шо? Ой, Батя, Батя, ой, Батя, ручку! Близко, Бот! Ой! Ой, битя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Пусть молчит, он у меня домолчится Был у одних стариков сын Ваня Хороший сын, да упрямый Так что тебе снилось-то, а? Не скажу Что за тайны такие? Я тебе не скажу Я тебе погрублю, матери Не скажу А я тебе покажу Что же это, а? Ремнем лупить? Что я, дитя, что ли, а? Это же надо, а? Эй, ты живой? Да жив еще Ты куда шел-то? К царевичу Так я и есть царевич Василий Повезло Ивану попасть к Василию царевичу Сроду так не ел А сестра царевича Мария Сразу Ваню полюбила Так кто ж тебя ремнем-то? Отец А за что? За сон Как это? Да сон не рассказал Аж соснилось-то Не скажу Как не скажу? Это еще что? Я царевич А ты вон И тебе не скажу Посадил Василий царевич Ваню В темницу За грубость А сам собрался в дальние края Свататься к Елене Прекрасой Ты, Ваня, тут еще побудь Уж туманы сидишь А мне по делу надо Постой Как же это? Елки-палки Без меня-то, а? Ох, пропадет Эй, откройте Эй Шанс А ну Потворяйся, постар Вот, Ванечка Ты хоть покушай, а? Мне за ним Я все наперед знаю Мне сон был Долго шел Ваня А дорога вроде все длиннее делалась Не кончалась А Василий царевич в это время Уж подъезжал к царству Елены Прекрасной Эй, может пособить чем? Пособи, пособи, Милок Пособи Подели между нами Вот это вот А то мы уже так Сто лет как Да Осторожней Кто первый придет? Тому ковер Кто второй? Тому сапоги Тому сапоги Тому сапоги Ты бы лучше помог, птица Вот, он у меня один Щиплется Если что, ты только свистни в небо А это еще что? Ты только свистни на воду Подходили вы недобрые Кто спрячется, тот мужем станет царевной Елены А кто не сумеет спрятаться, тому голова с плеч долой Больно, Елена Царевна, разборчива Валька женихов-то закупила А нынче Василь Царевич в дворце у ней О, беда, как они А где дворец-то? А яблочков не надо? Попробуй, попробуй Может и свеколки А плоток для мамы и невесты Если только поменяться Ээээ, ты куда? Мамент нужнее Вот Кому пирожки? Горячие пирожки! Я есть персидский волшебник Ну хорошо Я пойду за тебя, царевич Но только если сможешь от меня спрятаться А найду до утра Так голова с плеч Я есть персидский волшебник Все знает, понимает Недорого взять Свой душа открывай Я тебе помогаю Царевна так мудра Что не дожить мне до утра А что так? Да если найдет, так башку долой Идем-ка Спрячь моего друга до утра! А что там царевна-то делает, а? Так я и знала Хватит летать, Василий Поворачивай Ночь уже Не судьба А мы еще разок Ну хватит, рыба А то утонет, красавец Жалко Эх Эх Не судьба Да Ну, волшебник Что теперь? Скоро утро Вась Вася Вася Ну где же ты, Васенька? Опоздала Чем стекло-то виновата Ну и хитер же ты Жених Ну Вы теперь и без меня как-нибудь! Жених Жених невесту домой повез А Вань вперед полетел Дело срочное А вот, милый дедушка На тебе ковра добра Летай себе А вам сапожки На старые ножки И, наконец, Ваня Обратно вернулся Ой, да куда же ты Провалился-то? Запри меня обратно В темницу А то, брат, скоро будет И правда Василий Царевич с невестой Тут как тут Сидишь Ума много насидел Я есть персидский волшебник Ты! И сыграли тут Иван да Марья Василий да Елена Свадьбу Одну на всех Да зато Какую! Так про что Твой сон-то был? Да вот про это Все И был А после Привез Иван Свою Марью К себе домой К родителям Привез Иван Ципа 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 Ваня Сынок Ты где был? Не скажу Редактор субтитров Дома Корректор субтитров Пакет, Ваше Скородье. Предписание. С получением всего отправить одного солдата для производства работ в личном саду его сиятельства. Стой! Раз, два! Эй, ты! Рыжий! Шаг вперед! Ох, и Рыжий же ты, брат! Та туч, Ваше Сясь, стоп! Ну да ничего. Рыжие, они говорят, ребята ловкие. Та туч, Ваше Сясь, стоп! Вот мы и проверим. Чи! Поджог, папа. Бонжор, бонжор, бонжор. Что у меня в руке? Табакерка, Ваше Сиятельство! Догадался. А что в табакерке? Табак, Ваше Сиятельство! Дураку ясно, что табак. А что еще? Вот и попался, солдатик. Хм, догадался. Догадался. И вправду. Всех жучков в народе солдатиками зовут. Ну ладно, ступай, служи. Будьте здоровы! Ваше Сиятельство! Будьте здоровы! Хм, догадались. Будьте здоровы! Будьте здоровы! Будьте здоровы! Мерси. Ага. Мерси. 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 Свят, Свят. Мерси. 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 Отдавай деньги, а не то. Лови! Застрял, можешь помочь им, аль сам справишься. Помоги, пропаду я тут. Ура! Ну, прощай, душегуб. Ага, прощай. Ох, да. Ура! Эй, шляп! Эй, шляп! Ага. О, Майнгот, ты есть кто? Солдат! А вы, извиняюсь, кто будете? Я, я есть великий магистр всех наук. Я изучил физику и метафизику, химию и алхимию, астрономию и астрологию, философию и теософию, механику и... Зачем пришел? Так за птицей. Нань, не отдам. А как же быть-то в ваш науществе? У меня же того вострок. Это есть мое гениальное изобретение. А ты простой солдат. Что ты понимаешь в великих науках? В шахматы умеешь играть? А? Чего это? Да нет, мы больше в шашке. А мы вот так, так, так. А мы вот так, так и вот так. А мы вот так, так, так и еще раз так. Ха-ха. И в танке. Ай-яй-яй-яй-яй. Зольдат, зольдат, сломать такой тонкий механизм. Поесть бы, ваша научность. Я питаюсь пищей духовной. А я кашей питаюсь. Кашей? Из чего ее делают, кашу? Кашу-то. Кашу. Да из чего угодно. Хоть из топора. Сие невозможно. В топор есть предмет железный. Фиаррум. И в пищу непригодный. Пригодный. Посуда-то у вас найдется? О. О. Ха. Ну, аппетит у вас, ваша ученость. Ну, пора честь знать. Желаю здравствуйте. Зольдат, отдай мне этот замечательный предмет. Диакст. Топор. Не могу. Казенная вещь. Ну, тогда давай меняться. Возьми все мои научные книги. В грамоте не обученные. Ну, тогда возьми моего механического гроссмейстера. Нет. Он ремонт отрезает. Ну, хорошо. Согласен. Ты мне топор, а я тебе птицу. Эх. Жалко, конечно. Из него еще три котла каши сварить можно. Ну да, где наша не пропадала. О, майнакст. Звучит. Роман на этот момент. Кто будет passiert? Рады стараться, ваше сияньство! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok